Дочь, дочь, доча, помаши ручки В общем, мы прилетели, вот так вот встречают семью русского комментатора На черном римузине, на мерседесе, поэтому, между прочим Доча, помаши Так что мы едем, мы едем уже в отель Все хорошо, долетели хорошо, погода классная, плюс 33 Вот, еще машину, на которой нас встретили, тоже покажу Прям шик и блеск, так что до скорого О, видали? Мы же приехали к отелю На вот таком вот черном, мать его, лимузине Такси тупо сверху Я бы на такой лямус никогда такси сверху не нацепил А тут вот такой Нет, там, конечно, у нас паршак стоит Вот он, наш отельчик Вот И сейчас быстро забегу вот так вот вперед Пока мы тут разгружаемся Все, вон, смотрите, уже так Хоба А там уже море А мы сейчас пойдем Ладно, я сейчас все покажу В общем, хотел вам показать наш Как мы подогнали к отельчику Вот Так что сейчас будем заселяться Уже заселились Сейчас покажу Тут интересная такая система Тут Возле номера Вот такой вот кодовый замок То есть Ты его вводишь Нажимаешь И он Типа вот так вот открывается И здесь Находится ключ внутри Все, ты ключ получаешь Убираешь его обратно И заходишь И вот он, наш номер Кому интересно У нас апартаменты Две комнаты То есть Вот это кухня Мы здесь же немножечко Бардак навели Но ничего страшного Холодильник Одна двуспальная кровать Здесь есть телевизор Здесь такие есть полочки Ну, это все дефолтное Есть кондиционер Соответственно Без него никак Потому что плюс 33 Есть стиралка Мы заходим во вторую комнату Здесь есть вторая комната Здесь ничего сверхъестественного Просто комната Мы сказали, что мы будем с ребенком Нам поставили вот такой вот детский Как он там называется Как они его? Детский загон Загончик Зоопарчик для детей Вот Ну, у нас это ребенок же взрослый Он будет спать на кровати Да, дочь? Да Вот Нравится тебе все? Да Залезай Залезай Сказал, что ребенок взрослый Будет спать на кровати Она приходит и залазит сюда Да? И вот здесь у нас Ну, здесь у нас что? Санузел Тут ничего такого Сверхъестественного Здесь я Hello Душевая кабина Душевая кабина Трон И как бы И как бы все Больше удивлять нечем Главное, чем можно удивить Это, понятное дело Что? Наш Это что, посудомойка? Да С собой заберем Вот, чем можно удивить Вот она Вы посмотрите на эту красоту Ты просыпаешься Так что мы заселились Здесь все хорошо Здесь все классно Номер небольшой Нам хватает Есть все Wi-Fi Есть Вот бассейн Есть дальше море Есть какие-то магазинчики Центр недалеко Буквально там В пяти минутах отсюда Именно того места Патароса Где мы остановились Будем показывать Будем снимать Надеюсь На вашу поддержку Как говорится Не забывайте Там вот эти все Вакханалии на ютубе делать И ждите следующий выпуск Ну и этот еще не закончен А вдруг Да Что еще один видосик Вот это в принципе Отель Это одна часть Вот это вторая часть Мы в этой второй части Находимся Вот тут спуск у нас Здесь есть Теннисное поле А вон там Уже Очень красивые виды Открываются Назовем их так Скалы Я уже Подал идею Что можно на них Фотографироваться Здесь у нас Капешка возле моря Все очень близко На самом деле Они далеко Вот мои мадамы Шагают дружно в ряд Видите как Смотрите Как в серединке Вот Вот видите Чили Это уже как бы пожилые Но я вовремя Приехал-то Мне тоже уже 29 Поэтому Самая топ Под пальмы Поваляться Вот здесь Вот так вот Все красивенько С лежачками Ну тут у нас Выход к морю Вот мы сейчас С вами Будем подходить Пойдем к морю дочь А потом вернемся К бассейну Вот А где у нас А вот спуск Вон там далеко Ну я думаю Что нет Это тот спуск Ладно будем Разбираться Но в общем Я вам просто хочу Показать Вот эту красоту Вот такая вот красота Вот такая вот И здесь мы соответственно И остановились Вот наш отельчик Со стороны Все Пошли на море Оттуда может еще Поснимаем Так в общем Мы На море Сходили То место Которое возле отеля Разве что Для фотографий Там неплохая Такая бухта Но Там очень много Гальки И Ну как-то Короче Завтра пойдем Искать другое Но мы завтра Покажу Это мы вышли из отеля Территория возле И мы сейчас пойдем В ближайшие магазины Тут кстати говоря Можно взять на прокат Вот такую вот Драндулетку И погонять Вот Сейчас пойдем Вот в ту сторону Покажу вам здесь Вокруг отеля местность Что здесь вообще есть И Покажу цены в магазине В местном Ну говорят все очень дорого Но на то Ца и Европа Как говорится Чтобы тут все дорого было Евро полтора Не меньше Ну посмотрим Вот На более-менее Вечернюю жизнь Такую посмотрим Потому что сейчас уже Как-то и купаться Особо Не хочется И Потому что Ветерок поднялся И суть в том Что Сейчас особо Не покупаешься Поэтому мы решили Первый разведывательный день Пройти Посмотреть Что есть вокруг нас Чтобы потом уже Быть в курсе И ходить В последующие дни Ну и в принципе Чтобы так Хотя бы Для Вообще вокруг озора Узнать Что вокруг нас Находится Так что Сейчас покажу Вот если вот так вот снимать Даже вот так вот Если снимать То кажется Что это в России На самом деле Проходите Проходите Что Я видео снимаю В общем Мы пришли в центр Нашего Протароса Ну Интересно Но Помимо того Что здесь очень много Магазинов Тут в принципе Больше ничего и нет Огромное количество Огромное количество Магазиней Кофе И ресторанов Вот Ну и соответственно Различные выходы К морю Вот Нам не повезло С выходом К морю У нас Возле отеля Ближайший Он такой себе И вот мы завтра Будем искать Более-менее Для Лизы Чтобы с песком Потому что там Очень много гальки Чтобы вы понимали В центре просто Плежа Не плежа даже А в центре Море Я не знаю Как это назвать Когда ты Вначале заходишь Практически На самом берегу Огромный камень Просто я не знаю Он ростом Наверное Ну Наверное Вот так вот мне Как половина меня Но я соответственно Своими гребнями Гребу Это я про ноги Ну и С камнем подружился Теперь минус нога Как бы С самого начала отпуска Даже день не прошел Так что там плохо Вот Покажем еще Они дальше пошли Все Уже Маша потерялась Увидела камеру Все Про все остальное забыл Вот В общем Ну тут какая-то развлекуха Для детей Есть Типа вот такой Вот Я говорю Со стороны Как будто в России Как будто не уезжал Ну я такой Вот В этом отеле Живут наши родственники Машин папа И брат Вот Так что Мы сейчас зайдем к ним А потом пойдем По нашим делам И еще будем показывать вам Всякую всячину Так В общем Шли-шли до магазина И пришли Ну наверное Прототип Пятерочки Магнита Иошана Обратите внимание Как написаны Скидки Как указаны Сами ценники Как товары Располагаются На вывесках Да Ну и сейчас Еще внутри покажу Вам магазин Называется Лидл Вот И прям Мне очень сильно Напомнило На самом деле Нашу там Пятерочку Магниты Лешан Ну это вот Какой-то Такой прототип Наших вот этих Дешевых магазинов Но он конечно Не дешевый Как я понимаю Вот Со стороны Так все выглядит Вот Такой вот он Ну и вот там Море Как обычно Тут без моря Никуда Тут все вокруг моря Точнее Море вокруг тебя Вот Вот так он выглядит Сейчас вам покажу Что здесь есть Как я и говорил Один в один Прям Как наши Дикси Пятерочки Магниты Только с ценой В евро Так все То же самое Ну-ка Сколько Помидоры стоят Евро 35 Вот эти Гниловатые Да А вот эти Я бы взял Вот эти А евро Это сколько В рублях 140 А у нас Сколько стоит Столько же По-разному У нас сейчас Они могут стоить И 60 И 70 А могут стоить И 200 Нормально Не переживайте Не только помидоры Я еще пиво покажу А то наверное Испугались Сейчас все вам покажу Всякие штуки Бургеры Мургеры Вот ты спрашивал Что ты можешь взять За 50 центов Смотри Целых 2 Можешь Ну вот Ну сорян Цены сверху Одессит Картоха 2,24 евро Замороженные Фрукты Овощи Ну это такое Короче Сейчас самое интересное Покажу Вот и вас Вот На 7 Домно 4,7 Ну и в целом Вот такая Картина Про пивосам Например Ну вот эти Кстати верхние Они по-моему Местные все Берлинбахер Я лично У нас не видел Тут есть и Карлберг Ну вот эти Аргусы Это прям Местная тема Есть прикольные Чипсы Типа вот этого Со всякими Разными вкусами Типа вот этого Ну того что у нас нет Да По крайней мере Не встречал Тут побольше этого Есть вот эта штука Я попробовал Очень прикольно Это Лей с солью И с уксусом Вот это прям вкусно Ну мне понравилось Поострее Если любить Ну и в принципе Тут Очень много всякого По разнообразии Будет Ну и посерьезнее Алкашка Неплохая Маленькие Бутылочки Большие Не могу сказать Что много Но Поесть Есть еще Выбрать Ну и так же Как у нас В продуктовых Магазинах В супермаркетах В гипермаркетах Тоже можно Купить Всякие Тостеры Кофеварки И там Вплоть до Дрели Ну Все как у нас В целом В принципе Дороже В целом Дороже Не могу сказать Что намного Ну и Разнообразия Больше Взяли Вот все Что у вас Все что Вы видите При детальном Рассмотре Можете Вот так Посмотреть Типа рыбу Курицу Яйца Все что берем Дома Все что берем В Москве По итогу У нас вышло На все Про все 60 евро Умножайте Где-то на 7 Плюс еще Дедова 10 евро 60 евро Вышло Женщина Не спорь Деньги Я считать умею Особенно Когда я их трачу Вот Да Я все выложил Так что 60 евро На 7 Ну где-то 3 300 Где-то Вот это Вот все Нам обошлось Дороже Но больше Разнообразия Как я уже говорил Мне понравилось Были какие-то Такие Интересные продукты Вот Я удивился Попробуем пиво Взяли Вот такое Взяли Вот такое И взяли Вот такое А нет Еще есть вот такое Просто попробовать А еще взяли вино Попробовать Тоже Скажем потом Про вот это вот вино Афродита Вот Какие у нас женщины Такое вино Как говорится Все Сходили в магазин Далеко Но зато Закупились Далеко